Всем привет! На календаре у нас сейчас месяц ноябрь, а это означает, что грядет одна из самых известных пятниц в году Черная пятница Самая известная распродажа года, которая проходит в последнюю пятницу ноября Популярность Черной пятницы растет во всем мире, включая даже страны СНГ Black Friday это сезон скидок во всем мире И продавцы книг, техники и других товаров радуют своих покупателей огромными скидками Райский период для шипоголиков может длиться от одного дня до недели Черная пятница это и особый день в плане контекстной рекламы Обычно у нас с вами есть время для того, чтобы подготовить несколько разных компаний Для того, чтобы тестировать, оптимизировать, предполагать что-то, строить гипотезы В зависимости от этого что-то менять постоянно в компаниях И в общем-то делать достаточно длительную кропотливую работу Результаты которой могут быть положительными на многие годы Однако Черная пятница это совершенно другое дело У нас есть всего лишь 24 часа и всего лишь один шанс выжать максимум из рекламы Здесь нет времени на гипотезы, теории и проверку своих гипотез В этот день уровень спроса и предложения взвинчивается, а конкуренция между брендами просто чувствуется как никогда Напряжение витает в воздухе и даже самая мельчайшая деталь может все испортить Меня зовут Алена Полюхович и сегодня мы вместе с вами разберемся в том, как же подготовить наш интернет-магазин к Черной пятнице Как настроить правильно наши рекламные компании на распродаже Какие метрики в этот период следует отслеживать в Google Ads Как корректировать ставки и оптимизировать наш бюджет А также какие расширения стоит добавлять именно в этот период в наши компании в Google Ads Ну и многое другое Итак, Черная пятница это конечно же грандиозное событие в году, однако далеко не уникальное А соответственно у вас уже накопились какие-то данные с прошлых годов, которые вы можете проанализировать Важно проанализировать общую статистику и чужие кейсы, так вы лучше поймете рыночные условия Ну и конечно стоит проанализировать исторические данные по вашему бизнесу, таким образом вы поймете лучше, что работает именно для вас Соберите общую статистику по вашей стране, а именно пик покупательской активности, средний чек и количество товаров за одну транзакцию Конечно не забудьте о статистике по вашей нише, какие товары покупают, как эти ваши товары покупают Потому что мы должны понимать, что Черная пятница например для услуг наших, которые мы предоставляем И например для какого-то супермаркета, это абсолютно разные вещи Ну и не проходите мимо конечно же кейсов бизнеса и маркетинговых агентств для вдохновения, а также для поиска новых идей, которые вы можете адаптировать под свои условия Вы можете использовать следующие сервисы для того, чтобы собрать статистику Например Shopify для того, чтобы понимать эффективность каналов и устройств Также Finder для США для того, чтобы понимать в целом аудиторию Конечно же Google Trends для того, чтобы понимать, что сейчас вообще в целом ищут люди, что им интересно И сборную статистику от Forbes Зачем нам вообще нужно собирать эту статистику и что с ней делать? Ну например, пик покупательской активности нам необходимо знать для того, чтобы скорректировать ставки Для того, чтобы именно в пик наша реклама показывалась на самых высших позициях Далее мы можем предложить попробовать самую выгодную скидку перед пиком покупательской активности Просто для того, чтобы разгрузить ваших менеджеров Ну и конечно обновить фиды прямо перед самым пиком для того, чтобы показывались покупателям самые свежие и актуальные данные Вы можете видеть колебания трафика перед распродажей и в саму черную пятницу Ну а зная пиковые часы, вы прекрасно сможете управлять своей рекламой в день X Среднее число товаров на одного покупателя помогает понять, сколько же товаров нужно предлагать для повышения среднего чека Далее у нас следует трафик По Google трендам мы можем с вами определить, когда наиболее заинтересованы становятся пользователи То есть они начинают интересоваться черной пятницей еще с понедельника до нее Ну мы должны понимать, что черная пятница это то событие, которому стоит готовиться заранее Продумывать рекламные кампании заранее Ну и конечно же прогревать аудиторию тоже следует заранее Средний чек в цифрах показывает нам, с какой суммой пользователи готовы расстаться в Black Friday Ну а соответственно эти данные помогут вам сформировать пул товаров и услуг в разной ценовой категории Которую вы будете готовы предложить своим покупателям Итак, а какие же внутренние данные нам стоит проанализировать перед запуском рекламы на черную пятницу Во-первых, посмотреть какие компании вообще лучше всего у вас работали Поисковые, контекстно-медийные или же обычные торговые Конечно же посмотреть объявления, какие лучше срабатывали объявления Там, где вы говорили больше про выгоду этого товара, про его какие-то качества Почему этот товар именно нужен вам здесь и сейчас покупателю Или же более рациональный, где вы говорили, делали акцент больше на доставку, цену и так далее Также проанализируйте, на какие товары был большой спрос и какие из этих товаров имели для вас наибольшую прибыльность Даже учитывая расходы на рекламу и на скидки, которые вы организовывали Посмотрите, по каким ключами товарам вам было сложно рекламироваться в этот период И посмотрите, как в этот период ввели у вас обычные ваши поисковые рекламные кампании Проанализируйте, как изменился ваш бюджет на время распродаж, как выросли ваши расходы Ну и также обязательно удалите внимание компании ремаркетинга Посмотрите, как в этот период работала она, не оттянула ли она на себя бюджет, при этом не принеся никакой выгоды Следующим пунктом это, конечно же, нам следует выбрать товары для распродажи и сделать это лучше всего заранее В E-commerce вы можете выбрать несколько вариантов сделать автоматическую скидку на все товары Выбрать конкретные категории или же выбрать определенные товары, на которые вы хотите предоставить скидку Конечно, все зависит от вашего объема ассортимента и количества рабочих рук, которые могут с этим справиться Если у вас средний объем товаров, несколько сотен товаров, то, конечно, вручную отбирать товары для распродажи будет сложно Да и тем более не на все товары вам нужно делать скидку Поэтому вам необходимо рассчитать маржинальность для того, чтобы выбрать допустимый размер скидок Проанализируйте спрос на товары бестселлеры и их выгодность, потому что для продвижения вам понадобится где-то 10-20 товаров на живо Ну и, конечно, вам стоит решить, будет это просто обычная простая скидка или же вы будете использовать, например, какие-то купоны Далее у нас уже идет этап, когда мы организовываем информацию Удобный способ – это запланированные продажи и подойдет для магазинов с небольшим ассортиментом И даже для тех магазинов, у которых нет данных по черной пятнице прошлых годов Выглядит это как обычная таблица в Excel, куда вы вносите все данные, товар, цену без скидки, цену с учетом скидки И какой тип скидки будет автоматизированный, купонный и так далее Для больших ассортиментов, конечно же, такая ручная работа будет трудоемкой, трудозатратной и не имеет никакого смысла Поэтому здесь рассчитывается скидка уже для категории товаров Ну и вручную высчитывается для товаров-наживок, для того, чтобы понять рентабельность именно этих товаров И стоит ли делать на них скидку и вообще ставку на черную пятницу Очень важно подготовить заранее резервное предложение, потому что произойти может все, что угодно Транспортная компания, которая должна была доставить самый распродаваемый товар, может по каким-то причинам не успеть У вас может закончиться товар в черную пятницу еще в первой половине дня Или же, например, товар, на который вы делали ставку, он сработает в этот день гораздо хуже Поэтому нужно такие ситуации заранее предвидеть и подстелить соломку Далее вам необходимо спланировать повышение среднего чека, потому что распродажи это то самое безумное время года, когда люди готовы расставаться со своими деньгами гораздо легче и гораздо больше, чем они привыкли Ну а вы можете выжать из этой ситуации максимум Есть два способа повысить средний чек в интернет-магазине Это cross-sell, то есть добавлять какие-то еще товары Или же повысить ценность товара, то есть up-sell Вы можете предлагать бесплатную доставку, например, от какой-то суммы денег Или же вы можете предлагать наборы товаров, например, чехол и стекло на телефон стоят по 200 рублей Но если вы купите их вместе, то всего лишь за 350 рублей Делайте рекомендации сопутствующих товаров и лучшие товары в подборке, например, на подарок маме, брату, подруге и так далее Задача всех этих действий мотивировать человека положить в свою корзину как можно больше продуктов, чем просто изначальный товар, который убедил их перейти на ваш сайт Далее нас ждет работа с мощным оффером Для начала нам необходимо установить огромную скидку на популярный товар для того, чтобы привлечь как можно больше потенциальных клиентов на наш сайт И после того, как они перейдут на наш сайт, мы должны сфокусироваться на up-sell или же cross-sell Сам по себе товар ненаживка нередко становится убыточным, однако он может нам помочь сгенерировать выше средний чек, перекрыть тем самым свою убыточность и принести больше прибыли Если вы не можете определиться с товаром, который сможет протащить покупателя от рекламы до корзины, тогда вы можете сделать немного по-другому Например, сделать градацию скидок в течение скидочной недели Допустим, вы можете предложить небольшую скидку, там скажем 2-3% в начале недели в понедельник Во вторник там предложить 5%, ну там 7% в среду и 50% в саму черную пятницу Это, кстати, отличный способ, если у вас небольшое количество товаров на складе Часть покупателей закажут мгновенно сразу же с наименьшей скидкой, то есть с 3% в понедельник Просто потому, что побоится, что товар может закончиться и человек просто не успеет вообще по скидке купить что-то Ну а сильная часть до пятницы уже достаточно разогреется для того, чтобы купить этот товар и возможно даже положить больше товаров в свою корзину на вашем сайте Также не забывайте о том, что слишком много запросов и обращений к сайту и он просто ложится Конечно, для этого нужно ну очень много трафика, однако лучше заранее перестраховаться и проверить, что ваш хост сможет справиться с резкими скачками трафика Также не забывайте оценить объем товаров на вашем складе Достаточно ли у вас товара для распродажи на черную пятницу Если нет, то у вас есть еще время дозаказать, доизготовить товар Если у вас небольшой запас продукции, то есть смысл, например, продвигаться в рекламе через обычный поиск или через обычную торговую поисковую кампанию Если у вас в целом есть сомнения, что товаров на складе достаточно для распродажи, тогда продумайте резервное предложение В случае чего вы сможете заменить товар, который может закончиться в саму черную пятницу Также убедитесь, что ваш магазин справится с повышенным спросом Если же вы производите товар сами или полагаетесь на поставщика, учитывайте то, что в сезон распродаж и скидок То пользователи чаще покупают товар и следите за тем, чтобы он просто-напросто не закончился Потому что если он закончится и у вас не будет времени его производить И закончится он еще в первую половину черной пятницы, то будет, конечно, обидно И чтобы такого не случилось, необходимо заранее просчитать прогнозируемый спрос То есть сколько приблизительно товаров вы рассчитываете, что у вас купят Для этого используйте инструменты прогнозирования продаж Просчитайте прогнозируемый спрос сами на основе охвата количества показов CTR плюс коэффициенты повышенного спроса Коэффициент конверсии плюс коэффициент повышенного спроса И средне заказанных товаров в чеке Сколько товаров в среднем заказывают при одной транзакции Прогнозируемый спрос – это минимальное количество товаров, которые должны быть на складе Ну и, конечно, важно оставлять резерв, потому что это поможет выполнить продажу при максимальном спросе Ну а также это понадобится в дни после уже распродаж Ну а сейчас поговорим о некоторых сценариях к черной пятнице, которые стоит проработать заранее Допустим, вы рассчитывали потратить 500 долларов и получить 600% рентабельности Ну вот уже там 12 часов дня только черной пятницы Вы потратили 500 долларов, а получили 700% рентабельности И что же делать в этом случае? Конечно, увеличивать бюджет Но, конечно, тут нужно подходить тоже с умом Вы должны понимать, достаточно ли у вас вообще товара еще имеется Для того, чтобы продолжать рекламироваться И проанализировать, не тот ли у вас товар-наживка как бы лучше всего работает Который сам по себе малоприбылен и, возможно, даже убыточен Не стоит ждать, пока придет ситуация, когда у вас уже не будет времени роднораздумья Там, что делать, если сайт медленно грузится из-за огромной нагрузки Если ваши менеджеры не справляются с обработкой заказов А если реклама работает плохо Если отклонили ваше объявление То есть этого ждать не нужно, именно чтобы это произошло в день черной пятницы Поэтому лучше заранее продумать все такие варианты и знать, как действовать Может быть ситуация с низкими позициями по ключевым продуктам Вы должны ориентироваться, смотреть на топ в Google Ads Какое место вы занимаете И увеличивать ставки Потому что чем выше вы будете показываться Чем выше будет показываться ваше объявление Тем больше расширений будет доступно Тем выше CTR и все это приводит к конверсиям То есть к покупкам Может быть ситуация, что у вас нет продаж по ключевым товарам И здесь все неоднозначно Здесь не всегда вы можете на это повлиять Например, вы продаете какой-то товар И ваш конкурент продает товар Но вы ставите небольшую скидку А конкурент ставит больше И у него продается лучше И если вы не можете позволить себе поставить больше скидку Чем ставит ваш конкурент ниже цену В таком случае нет смысла вообще рекламировать этот товар Лучше отключите его и не тратьте бюджет на такой товар Если вы в целом не получаете отдачи по некоторым своим компаниям Подумайте над тем, чтобы показывать ее только аудитории ремаркетинга Это сможет повысить шансы на конверсию Так как пользователи в аудитории ремаркетинг уже знают, кто вы Обязательно постоянно проверяйте свой бюджет Чтобы не было ситуации, что у вас нет бюджета И вы за этим просто не успели уследить Реклама не крутилась Так что обязательно проверяйте И если у вас есть еще товар на складе Но у вас уже закончился бюджет рекламный Пополните его для того, чтобы дальше продолжить крутить рекламу Также бывают ситуации, когда хорошо настроенная реклама Может принести просто огромное количество лидов на вашем сайте И менеджеры могут просто не справляться с нагрузкой Поэтому тоже продумайте этот момент заранее Возможно, есть смысл вывести, например, на работу в этот день Большее количество людей, менеджеров, которые смогут обработать заказы Потому что иначе вы потеряете клиентов, а это не есть хорошо Может произойти ситуация, когда товар все-таки закончится, а черная пятница в самом разгаре Конечно, вы можете рассчитать прогнозируемый спрос Заказать чуть больше товаров и так далее Но бывают ситуации, когда спрос просто выше вашего предложения И вы сами того не ожидали И в таких ситуациях, если вы используете торговую рекламу от Google Ничего страшного, реклама сама остановится, фит обновится Но остальные компании, они продолжат работать Поэтому, чтобы не терять своих клиентов Вы можете подготовить баннер с предложением предзаказа Часть посетителей согласится немного подождать Ну а вы продумайте, как перевести человека с распроданного товара на товары, которые есть у вас в наличии Ну и, конечно, оценивайте конкурентность Если ваш товар более или менее уникален, то шансов на то, что его согласятся ждать по предзаказу гораздо больше Итак, сейчас мы проговорили с вами самые важные аспекты, которые нам важны для того, чтобы вообще принимать участие в Черной Пятнице Ну а сейчас мы с вами сфокусируемся больше на маркетинговых каких-то моментах Как нам делать интересную рассылку, как информировать пользователя о том, что у нас будут скидки и так далее Конечно же, нам нужно как можно заранее анонсировать свои скидки, распродажи, то, что они у вас будут И тем меньше шансов, что у нас наши потенциальные клиенты уйдут к конкурентам Поэтому обязательно не забывайте на своем сайте, в соцсетях сделать пост о том, что у вас будет Черная Пятница О том, что грядут скидки Помните, что креатив это то, что нам запоминается и какие-то эмоции на нас подвигает То есть это он может нас развеселить, он может вызвать какой-то негатив О креативе говорят друзьям, с ним делятся в соцсетях Поэтому не делайте шаблонных решений, ищите какие-то интересные решения, чтобы ваш креатив запомнился даже после Черной Пятницы Попробуйте добавить немного интерактива в свою Черную Пятницу Потому что взаимодействие с компанией, взаимодействие с рекламной компанией Это всегда интересно, это всегда удивляет и всегда приятно как-то не просто увидеть баннер со скидкой А как-то повзаимодействовать И в этом вам помогут инструменты e-commerce Например, вы можете внедрить такие скретч-карты, когда пользователь видит попа-по-кошка И он как бы стирает эту карту, и под ней он видит какую-то там рандомную скидку или какой-то купон Попа-по слит магнитами, скидками, когда человек уже хочет покинуть ваш сайт И мышкой курсором тянется к крестику, к тому, чтобы закрыть И вот здесь попадается какой-то такой, вылетает попа-по-кошечка Где вы предлагаете что-то интересное, чтобы пользователь не ушел Также интересным решением является реал-тайм покупки Когда такой виджет есть, с помощью которого пользователь видит в реальном времени Какие сейчас товары пользователь добавляет себе в корзины Также интересны всякие там колесо, рулетки Когда пользователь кликает и получает какую-то рандомную скидку И можно для того, чтобы усилить этот эффект Использовать какой-то, например, таймер Там, не знаю, 15-30 минут В течение которого времени эта скидка, которая выдалась пользователю Будет вообще активно и действовать У такой геймофикации есть два значимых плюса Во-первых, это помогает увеличить количество трафика на вашем сайте Во-вторых, помогает уменьшить количество брошенных корзин Вернуть пользователей, которые собираются уходить Ну и, конечно же, расширить свою базу подписок Потому что для большинства случаев, чтобы что-то ввести, оформить, заказать Вам нужно ввести свой имейл Ну и, конечно, это позволяет бренду запомниться на фоне обычных серых Там просто предложений о скидках Пользователи как-то взаимодействуют с вами, с вашим сайтом, с компанией Естественно, это интересно запомниться и повысится тем самым Ваша узнаваемость вашего бренда Также не сбрасывайте со счетов подарочные сертификаты Подарочные сертификаты это вообще отличная тема Потому что для пользователя это идеальное решение для подарка Пользователю не нужно думать над тем, что же подарить Боится угадать с размером, цветом, товаром и так далее Поэтому подарочные сертификаты, они, конечно, важны Единственный минус, который может быть в интернет-магазине Почему у вас не покупают подарочные сертификаты Это то, что он электронный И презентовать как-то электронный подарочный сертификат Ну, не получится красиво И это смущает пользователей Поэтому вы можете продумать такой вариант Показать пользователю, что ваш сертификат Можно красиво распечатать и красиво упаковать Приложите к файлу сертификаты Не просто несколько шаблонов для печати, для открытки Это сделать легко в любом редакторе В фотошопе, в канве и так далее Не забывайте привлекать своих пользователей Через имейл-рассылки Также публикуйте новости в социальных сетях И помните, чем раньше вы начнете подогревать свою аудиторию Тем больше импульса вы получите в саму черную пятницу Попробуйте не раскрывать оффер сразу Пообщайтесь с аудиторией Предложите им угадать самим, что их ждет в черную пятницу Ну и, конечно, здесь нужно предложить что-то более интересное Чем просто размер скидки И, конечно, используйте именно рекламные креативы оригинальные Потому что боль черной пятницы заключается в том, что все используют, ну, большинство Именно шаблонные решения, которые непосредственно информируют пользователя о том, что вы планируете проводить распродажу У вас планируются скидки, размер скидки Но это просто сухая информация И она как бы никак не запоминается И никак не выделяется на фоне конкурентов Поэтому, если вы хотите быть более заметным Обязательно придумайте какой-то интересный креатив Который точно запомнится вашему пользователю Анонсировать саму распродажу несложно А вот подогреть интерес, взбудоражить аудиторию Вот это вот то, над чем действительно придется поработать Ну и на этом фоне, конечно, не думайте о черном пиаре слишком много Потому что, да, черный пиар, он, конечно, запомнится, останется Он резонирует, его обсуждает Но, если вы крупный игрок, вы еще можете позволить себе с этим как-то побаловаться А вот если вы мелкий игрок, да, то это может оказаться для вас фатальным Не забывайте об email-маркетинге Очень важный инструмент Вам необходимо по письмам тоже рассказать вашим пользователям о скидках Поэтому советую уже сейчас начинать составлять сами письма И график рассылки в период распродаж Заранее сообщите своим подписчикам о том, что планируете распродажу И, конечно же, сообщите дату старта Пришлите своим подписчикам письмо за час до старта распродаж Или же сразу после старта распродаж Не забудьте сделать последнее напоминание перед завершением окончания скидок Потому что в этот период рассылками занимаются все и ваши конкуренты тоже Поэтому лишний раз напомнить о том, что у вас уже заканчивается распродажа Точно не будет лишним Потому что некоторые пользователи смогут таким образом успеть Сесть в последний вагон, что-то заказать Ну и повысить тем самым вам конверсию Попробуйте организовать эксклюзивную распродажу для своих подписчиков То есть предложите им дополнительные бонусы к уже существующей скидкам, акциям для всех И таким образом повестите их в соцсетях, на сайте Подразните свою аудиторию, которая еще не подписана на вашу рассылку Таким образом вы покажете, что быть подписанным на вас Это выгодно и можно получить кучу плюшек Далее заранее продумайте рассылку для брошенных корзин 82% брошенных корзин Это такой показатель на черную пятницу в США в прошлом году И это достаточно большая и весомая цифра И для того, чтобы минимизировать это значение Подготовьте какую-то специальную рассылку для таких пользователей Которые пытались оформить заказ, но так и не оформили и ушли с вашего сайта Сделайте спецофер по существующим покупателям Потому что время распродаж это то самое время как раз таки для клиентского маркетинга Попытайтесь пообщаться с теми покупателями, которые уже являются вашими покупателями Которые давно уже у вас что-то покупали, но давненько не заходили назад Сделайте для них какой-то специальный оффер Предложите им доступ к распродаже раньше, чем для других пользователей Предложите какой-то бонус, подарок для заказа Публикуйте тизеры о таких спецпредложениях и акциях в общественном доступе На своем сайте, в соцсетях Для того, чтобы подогревать интерес аудитории Чтобы аудитория понимала, что быть вашим покупателем Быть вашим подписчиком это выгодно Что можно действительно получать классные плюшки Это все мотивирует их оставлять свой имейл и читать от вас рассылку Если вы ведете страничку в инстаграме То обязательно используйте на черную пятницу хэштеги с черной пятницы Это бесплатный способ вашего продвижения Поэтому стоит попробовать Даже если вы видите совсем маленький шанс выхлопа от такого Все равно используйте его Также, я думаю, вы знаете, что есть интересные блоги, руководство по выбору подарков и так далее Вы можете начать заниматься этим уже сейчас Найти какие-то тематические блоги по подаркам, по выбору подарков и так далее Списаться с ними, чтобы они разместили конкретно вас Что вот у вас будет тоже распродажа на черную пятницу, скидки и немного рассказали о вас Это неплохой способ получить дополнительный трафик и потенциальных клиентов на ваш сайт Также не забудьте проверить, чтобы на вашем сайте стояли пиксели отслеживания от Facebook Например, Google Analytics была установлена Все, что помогает собирать данные о пользователях Очень важный фактор Это сделать путь клиента Путь весь до заказа на вашем сайте через мобильные устройства В прошлую черную пятницу соотношение покупок мобильных устройств к десктопам на Shopify составляло 66% к 34% То есть на мобильных устройствах в два раза чаще и больше совершались покупки Так что да, попробуйте пройти путь клиента на вашем сайте с мобильного устройства самостоятельно И таким образом оцените скорость загрузки сайта, удобство навигации, удобство заполнения тех или иных полей Хорошие результаты на черную пятницу могут дать следующие идеи Например, вы можете анонсировать о том, что часть выручки от товаров на черную пятницу Вы перечисляете в благотворительный фон или в какие-то организации Также вы можете создать неограниченные по времени купоны Допустим, черная пятница заканчивается, но человек мог приобрести купон, которым он может воспользоваться после черной пятницы Проводите розыгрыши и подарки с новыми особенно продуктами в соцсетях и на вашем сайте Проводите конкурсы для вовлечения и генерации пользовательского контента То есть, например, предложите снять видео о том, как тот или иной ваш товар делает жизнь ярче и лучше И предложите большую скидку для самого яркого и интересного креативного видео То есть, чем сложнее вы ставите условия задачи, тем больше должна быть скидка Сделайте подборки товаров, например, такие-то товары для дома за 100 рублей, грубо говоря Это небольшая сумма, однако она может значительно повысить ваш средний чек Предлагайте бесплатную доставку с условиями или без условий, тут уже на ваше усмотрение Ну и, конечно же, если у вас есть возможность и желание, вы можете продлить свою черную пятницу Если вы собираетесь это сделать, то обязательно продумайте то, какие креативы вы будете показывать в соцсетях, крутить в рекламе А также подготовьте email-рассылку Это тоже неплохой способ, в то время как ваши конкуренты уже закрыли распродажу Вы же можете получить еще какие-то плюшки и дать возможность клиентам купить то, что они еще не успели купить Так что экспериментируйте, готовьтесь и планируйте Ну а теперь мы подходим к самому интересному Это контекстной рекламе о том, как планировать, как настраивать рекламные кампании именно в этот нелегкий период времени Во-первых, если вы используете автоматическое назначение ставок, попробуйте заменить на ручную Проанализируйте и посмотрите ставки, которые задавала система в Google Ads В течение 1-2 недель после Черной Пятницы важно использовать ручную назначение ставок Потому что у вас появился новый приток данных Новые данные сбивают систему и поэтому не дают корректно работать автоматической системе назначения ставок Конечно, увеличивайте бюджет Увеличивать бюджет нужно, потому что это время, когда большой спрос, большой охват, больше показов, больше расходов Поэтому здесь однозначно нужно запланировать бюджет выше Ключевые слова вы должны пересмотреть В принципе, их можно оставить теми же, которые вы и используете Но внимательно пройдитесь, посмотрите Возможно, у вас есть релевантные ключевые слова, которые вы сейчас приостановили по релевантным товарам Но на время Черной Пятницы их имеет смысл включить Потому что в этот день конверсионность, она явно выше Если объемы поиска растут объективно больше, чем вы можете себе позволить Стоит пересмотреть рекламные кампании Возможно, какие-то кампании стоит отключить, приостановить пока Какие-то ключевые слова, какие-то товары, какие-то объявления Внимательно на это посмотрите Потому что если у вас работают одновременно какие-то кампании с обычными товарами Где у вас обычные цены То навряд ли в Черную Пятницу они будут интересовать клиентов В этот период попробуйте добавить ключи такого плана, как Черная Пятница и запрос товара Например, Черная Пятница, айфон, Черная Пятница, румяна и так далее В этот период именно такие ключевые слова работают и конвертят гораздо лучше и выше, чем в любой другой день Просто запрос Черная Пятница в широком соответствии в обычных кампаниях использовать не стоит Потому что это слишком широкий ключ для того, чтобы он работал эффективно Если у вас есть собранная аудитория, попробуйте добавить ключ Черной Пятницы и товара в кампанию поискового ремаркетинга Аудиторию, конечно, лучше выбирать побольше за полгода или же хотя бы за 30 дней Аудитории должны быть выбраны как таргетинг, а не наблюдение Если аудитория не собралась, но у вас стоял тег Google Ads, тогда можно использовать аудиторию за последние 30 дней, которые посещали ваш сайт Это все же лучше, чем ничего Если вы используете динамическую поисковую кампанию для ремаркетинга, тогда есть шанс, что Google покажет ваш сайт по запросу просто Черная Пятница И он окажется интересным для пользователей Переходим с вами к объявлениям в поисковых кампаниях Объявления на Черную Пятницу мало чем отличаются от обычных объявлений по принципу То есть они должны быть релевантны, актуальны и интересны для наших потенциальных клиентов И вот как этого можно добиться конкретно на Черную Пятницу Используйте расширение промо-акции Оно показывается внизу объявления, включает события и плюс одну, либо же плюс две строки дополнительного текста Тут вы можете указать условия, важные данные про акции, время проведения, окончания акции, данные по купонам и так далее Так, настраивается это в расширениях, с помощью плюсика выбираем промо-акции Настраивается она на уровне кампании, аккаунта или группы объявления Вот здесь вы можете выбирать, собственно, Черную Пятницу И если мы пролистаем, как видите, вариантов тут много И Пасха, и Ура, Пайрам, Ханук, и Хэллоуин и так далее Выбираем язык, на котором мы это отображаем Валюту, тип промо-акции То есть это у нас денежная скидка, процентная скидка, максимальная сумма скидки Или максимальный процент скидки Например, максимальный процент скидки 50% Далее мы выбираем товар, где мы указываем товар или услугу, которая участвует в промо-акции И длина текста не должна превышать 20 символов SEO-аудит Вставляем, естественно, конечный URL, куда у нас ведет Сведения о промо-акции, если у вас есть какая-то минимальная сумма заказа нужна Или же промо-код, мы можем это выбрать Дату окончания можем выбирать на саму черную пятницу, например Дату начала и дату окончания выбирайте сами И в дополнительных настройках мы можем поставить галочку на мобильные устройства Если мы хотим отдать предпочтение именно показу на мобильных устройствах То есть все равно ваша промо-акция будет показываться и на десктопах Но приоритет будет у мобильных устройств Ну и также мы здесь можем добавить расписание, время, в которое эта промо-акция будет показываться Так что промо-акция это крутая вещь, которую стоит настраивать, нельзя ее игнорировать И тут дело даже не только в том, что вы с помощью промо-акции говорите о черной пятнице А в том, что вам дается плюс одна дополнительная строка текста А это визуально делает ваше объявление более заметным на фоне ваших конкурентов Конечно же, один из способов повысить актуальность объявлений Это в самом заголовке указать о распродаже О том, что спецпредложение только на черную пятницу Спеши, торопись и так далее Ну такой оффер, как черная пятница, только на черную пятницу и так далее Я рекомендую добавлять во второй заголовок, потому что в первом заголовке, который показывается абсолютно всегда лучше все же уточнять ваш товар, ваше предложение Третий заголовок, как мы знаем, показывается далеко не всегда А вот второй заголовок это как раз идеальное место для того, чтобы написать, что спецпредложение на черную пятницу Массово менять заголовки в объявлениях вы можете двумя способами Через Google Ads Editor или же через браузер, просто выделив нужные вам кампании, нужные объявления И нажав изменить, корректировать объявления Конечно, вам стоит переписать текст объявлений на более тематические Если у вас очень много групп с товарами и объявлений, соответственно, вы не можете проработать физически все Тогда сосредоточьтесь где-то на 10-20 товарах, на которые вы делаете ставку И проработайте глубоко объявления конкретно для этих товаров Ну а во всех остальных товарах напишите просто банальные там скидки на черную пятницу Чем уже и точнее описание, тем больше отклик оно может вызвать Ну и, естественно, повышается CTR, а, соответственно, повышается конверсионность Продумайте, напишите и загрузите ваше объявление гораздо раньше, чем приближается черная пятница Хотя бы за неделю до нее, потому что может произойти всяко У вас могут отклониться объявления, у вас может быть длинная и долгая модерация И остаться в черную пятницу без рекламы, ну это совсем не вариант Поэтому лучше все сделать заранее, лучше приостановить эти компании И просто включить их в момент начала распродаж Следующая крутая функция это таймер обратного отчета Через заголовок вы можете добавлять через фигурную скобку Вот так вставляете и выбираете обратный отчет Здесь вы выбираете окончание обратного отчета Там 27 ноября начало дня, конец дня, либо же там другое время можете выбрать Выбираете также период обратного отчета Период обратного отчета это когда функция по умолчанию запустится, например, за 5, 3 дня до даты окончания и так далее Часовой пояс и язык и нажимаете применить Создает этот таймер эффект такого чувства срочности Поэтому человек начинает об этом думать, что он может не успеть, нужно торопиться и что-то все-таки себе заказать и купить Если же ваша компания участвует в недельной распродаже, вы можете создавать отдельные офферы, которые будут действовать всего лишь, например, один день Также вы можете использовать такой интересный прием, как распределить распродажу на два этапа То есть вы можете запустить один таймер, например, с полуночи до 12 дня со скидкой 75% И второй таймер, который начнет работать с 12 дня до полуночи следующего дня, ну уже там со скидкой 40% Чувство срочности повышает коэффициент конверсии И чем ближе близится срок к окончанию, срок дедлайна, тем активнее начинают шевелиться люди И я уверена, что вы увидите всплеск активности где-то в середине дня На сайте очень важно, должен кто-то управлять скидками при запуске такого двухфазного таймера, чтобы люди всегда видели актуальную информацию Ну и также дополнительная плюшка от правильного планирования работы таймеров Это снизить нагрузку на ваших менеджеров Например, вы предполагаете, что основной поток пользователей начнется где-то после 11 дня И вы можете установить таймер с дедлайном до 12 дня первой И это мотивирует часть пользователей сделать заказ гораздо раньше, в первой половине дня до 11 часов даже Ну и таким образом, часть нагрузки с обеденного времени, она перенесется на утреннее время И как-то распределит потихоньку нагрузку на ваших менеджеров и на ваш сайт В это время я призываю вас, уделяйте гораздо больше внимания дополнительным ссылкам Дополнительным ссылкам, к сожалению, почему-то вообще даже в обычное время все уделяют очень мало внимания Туда запихивают рандомные страницы, кто-то их вообще не заполняет и совершенно зря Но вот в черную пятницу нужно максимально продумать дополнительные ссылки и составить предложения на конкретные товары Которые участвуют в распродажах И если вы, например, рекламируете косметику, духи или там кроссовки Это не означает, что пользователям не нужно больше ничего Поэтому продумайте товары, на которые вы бы хотели, чтобы пользователи тоже переходили То есть, если вы делаете там рекламу по кроссовкам, делаете скидки на кроссовки В дополнительных скидках вы можете указывать там кроссовки для бега Или там кроссовки конкретной фирмы и так далее Ну и также в черную пятницу есть смысл в дополнительных ссылках делать конкретные скидки Также на конкретные товары То есть, основной текст у вас идет И в дополнительных ссылках там вы тоже проставляете там скидка минус 30% на зимнюю обувь Или там скидка минус 15% на коллекцию Nike То есть, вы должны охватить довольно-таки широкий ассортимент Но при этом сделать релевантное предложение для вашего пользователя И есть еще такой момент, что у нас есть действие, которое мы направляем не на оптимизацию рекламы А на оптимизацию эффективности управления рекламной кампанией То есть, есть ярлыки у нас, пометки для кампаний, для объявлений Но не все ими пользуются И вот в период черной пятницы, особенно если у вас большой интернет-магазин Я советую вам это делать для того, чтобы вы могли спокойно пометить те кампании, те объявления Которые не участвуют в распродаже, не предлагают ничего интересного для черной пятницы И чтобы вы легко и быстро могли их найти и остановить Плюс стоит помечать те кампании, которые у вас используются на эту черную пятницу Для того, чтобы в следующем году вы по ошибке случайно их не запустили Также вы можете настроить автоматическое правило для запуска и остановки рекламных кампаний на черную пятницу Ну и не забываем, конечно же, о торговых кампаниях С ними ситуация у нас чуть-чуть потяжелее, потому что мы меньше можем ей управлять Однако на эту кампанию мы не оставляем ее в стороне Нам тоже ее нужно оптимизировать Потому что торговые кампании для интернет-магазинов работают лучше всего в любой период времени И на черную пятницу так вообще Я советую вам найти и проанализировать те товары, которые наиболее эффективны И на которые вы делаете больше ставку именно на период распродажи на черную пятницу И есть смысл выделить эти товары в отдельную торговую кампанию Потому что вам управлять ей будет легче И минимизируется риск того, что вы что-то не так сделаете, потеряете, не успеете уследить Дело в том, что основной фокус все равно должен оставаться на тех позициях, на тех товарах Которые приносят наибольшую прибыль для вашего бизнеса Также в торговой кампании в фиде вы можете настроить скидку, используя атрибут sale price И объявление будет выглядеть вот так Информация о проценте скидки показывается не всегда На ее месте может быть информация о бесплатной доставке И, конечно, для торговых кампаний в черную пятницу не забывайте про обновление фида Обычно достаточно раз в сутки, ночью, без спешки Но помните, что на черную пятницу спрос у нас выше Ну и, конечно, будет неприятно вам, если пользователь будет кликать по товару, которого нет в наличии И тратить ваш бюджет, поэтому позаботьтесь о том, чтобы показывалась именно актуальная информация на данный момент Как же нам обновлять данные в фиде в Google Merchant Center? Есть два способа Если у вас фид передается через контент аппи, то волноваться вам нечем При изменении на сайте данные сразу же будут обновляться и передаваться в мерчинг Если же фид залит как файл или с доступом по ссылке, вы можете обновлять его вручную Если у вас нет способа автоматически обновлять фид и вам нужно делать это руками То рекомендую поставить себе чуть ли не напоминание на телефон, чтобы вы не забывали в момент черной пятницы постоянно заходить и обновлять актуальные данные Через настройки вторым вариантом Google Merchant Center вы можете выбрать себе обновление, например, раз в сутки автоматически Ну а в саму черную пятницу вы можете задать настройки, чтобы данные обновлялись перед самым пиком активности, например, в 10 или в 11 часов дня Если вы используете рекламу в контекстной медийной сети, большинство людей используют динамический ремаркетинг Но вы должны понимать, что именно в черную пятницу пробиться через весь этот информационный шум, через баннерную слепоту будет нелегко Поэтому вы должны подготовить какие-то супер предложения, яркие акции, скидки, яркие баннеры Все то, что сможет привлечь внимание вашего потенциального клиента Попробуйте за день до распродажи создать новый список, куда будут входить пользователи на черную пятницу Которые посещали ваш сайт на черную пятницу, либо делали какие-то заказы, покупки именно на черную пятницу Так будет проще и легче достучаться до этой аудитории Она уже для вас более теплая и находится именно в нужной нам воронке продаж Также после окончания черной пятницы вы можете использовать эту аудиторию в качестве догоняющей И сделать для них специальное объявление в стиле Упустили что-то на черную пятницу? Вот, держи специальное предложение Ну а далее мы можем работать с этим списком для удержания и возвращения аудитории И чтобы эта аудитория стала нашей постоянной аудиторией Чтобы аудитория собралась, начала работать, в ней должно быть не менее 100 активных пользователей Если же на вашем сайте трафик не очень большой и вы беспокоитесь о том, что аудитория нужна просто не соберется за нужный вам период времени Тогда проанализируйте ваши старые аудитории и на основе них уже можно тогда решать, какой список стоит создавать Пользователей с брошенными корзинами меньше, аудитория 100 пользователей будет собираться дольше Но она более теплая и более готова к совершению покупок Просто посетителей страниц больше, но вероятность конверсий у них гораздо ниже Ищите решение, которое позволит вам собрать минимальную нужную аудиторию для запуска быстрее Но при этом не в ущерб тому, что аудитория будет какая-то холодная и не готова к совершению покупок или конверсий Ну и конечно имеет смысл запускать компанию ремаркетинга на уже имеющиеся у вас списки аудиторий Они могут быть максимально широкими для повышения охвата Все равно эта аудитория, она знакома с брендом и она для бренда гораздо теплее Обычные компании динамического ремаркетинга выглядят примерно так Достаточно скучно, серенько, но это работает Но это работает в обычный день Черная пятница, дело же совсем другое Здесь такого объявления будет недостаточно Поэтому включайте специальные предложения, кричите о том, что только сегодня, только 24 часа Беги, спеши, лети и так далее Используйте яркие цвета, яркий баннер Все, чтобы по максимуму привлечь внимание аудитории Потратьте немножко своего времени и разработайте немного новые баннеры в самых популярных размерах Размеров много, как вы знаете И, возможно, по всем товарам у вас нет времени их прорабатывать Но самые популярные размеры на самые популярные товары Я думаю, вы найдете время, чтобы проработать такие крутые баннеры Которые привлекут внимание вашей аудитории Ну и, конечно, не забывайте об адаптивных медийных объявлениях Потому что они, в принципе, легко настраиваются Там не так сложно, но они приносят действительно хорошие показатели Показывайте там скидку, специальные предложения, какую-то очевидную выгоду Там 1 плюс 1 равно 3 вещи, а не 2 вещи А какой-то сухой текст оставьте просто для текста Это не то место, где нам нужно его вставлять Если вы используете картинки, то старайтесь избегать маленьких деталей Потому что на мобильных устройствах эти все мелкие детали сливаются и их просто не видно Показывайте тот продукт, который вы продаете Если вы продаете пластиковые окна, то показывайте пластиковые окна А не людей, которые эти пластиковые окна устанавливают И, конечно, показывайте тот товар, который вы продаете, который у вас есть в наличии Если вы продаете черную чашку, то показывайте черную чашку Если у вас нет в ассортименте розовой чашки, то не стоит даже в объявлении рисовать эту розовую чашку Ну и, само собой, не забываем, что реклама это всего лишь часть, которая влияет на успех Актуальный оффер, релевантное объявление, удобный сайт, все это составляет успех на черную пятницу вашего сайта. Итак, продукты у нас уже готовы на складе, мы анонсировали о том, что у нас будет распродажа компании, мы продумали, настроили, осталось их только запустить. Вот настает день, час икс, черная пятница и вопрос, как же нам в этот день анализировать эффективность наших компаний, какие метрики нам нужны, как за ними следить. Используйте для анализа производительности компании в черную пятницу Google Аналитику, а не данные по Google Ads, потому что в аналитику данные приходят гораздо-гораздо раньше. И нам нужно ориентироваться, конечно же, на показы, конверсии, CTR. На проработку глубокого анализа в этот день у нас нет времени, поэтому мы отсекаем все лишнее и сосредотачиваемся на главном. А что у нас может быть главнее конверсий? Ничего. Если мы настроили все практически идеально, то количество конверсий у нас вырастет даже без увеличения трафика. А все потому, что в черную пятницу само предложение гораздо мощнее, чем ваше обычное предложение в обычный любой другой день. Если прироста конверсий вы не наблюдаете, нам стоит понять причину. Если вы видите, что трафик вырос, а конверсий нет, значит причина в оффере, который вы предлагаете. Если не выросли ни конверсии, ни трафик, значит проблема как в оффере, так и в самих компаниях. Если не выросло даже количество показов, то стоит искать способы повышения охвата. Если количество конверсий не растет при количестве кликов, тогда остановитесь, подождите, приостановите компанию, потому что возможно вам стоит немного изменить оффер на самих посадочных страницах. Добавьте скидку в заголовок и обязательно помените о черной пятнице. В описании попробуйте добавить формулировку по формуле предложения, дедлайн, до которого длится предложение, ну и собственно призыв к действию. В самом каталоге сделать яркие плашки с заметной скидкой. Если все это не приносит желаемого результата, тогда скорее всего причина в том, что вообще ваш оффер, он не сильно интересен вашей аудитории. Поработайте сначала на повышении коэффициента конверсии, это гораздо важнее. Помните, что проблемы с объявлением это самая мелочь из всего, что может быть, потому что она легко исправляется. Просто переписывайте текст объявления, просто предлагайте что-то другое и готово. Если при стандартном уровне трафика коэффициент конверсии вырос, и вы хотите увеличить себе еще количество трафика, увеличить количество конверсий, есть смысл вкладываться в увеличение количества трафика. И тут есть два способа. Вы можете повышать ставки или же расширять таргетинг. Если вы видите потенциал в своей рекламной кампании увеличения конверсий без повышения количества трафика, тогда стоит поднимать ставки, потому что поднятие ставок это единственное, что работает быстро. Все остальное требует гораздо большего времени и анализа. Помните, что рекламная кампания хорошо настроена, и большую часть времени она идет себе плавно, хорошо, по стандартным методам, но в период распродаж нам нужно максимально в нее включиться и включить ручное управление, постоянно следить и делать какие-то, вносить корректировки и изменения. Ну и что же делать, когда Черная Пятница закончилась? Казалось бы, можно спокойно выдохнуть, уже успокоиться, никуда не спешить, никуда не лететь, но нам нужно сделать несколько моментов. Во-первых, конечно же, остановить наши кампании, которые были приурочены только конкретно к Черной Пятнице, и запустить наши старые обычные поисковые кампании, ну и не только поисковые, которые работают у нас постоянно и всегда, и не имеют никакого отношения к распродажам и скидкам. Также ставки. Установите обратно старые ставки, чтобы не расходовать вам лишний раз бюджет. Если у вас стояло автоматическое назначение стратегии ставок до этого, то возвращайтесь к ней, но лучше через где-то недельку после того, как отгремела Черная Пятница. Для кампании ремаркетинга вы снова можете снижать ставки, потому что пользователи уже все, что хотели, купили, или же они вообще были не заинтересованы в покупках. Конечно же, работа после этого полностью не заканчивается. Через недельку вы можете начинать подготавливать отчет, как что все прошло, смотреть свои ошибки, анализировать, собирать аудиторию, работать с аудиторией, которую вы получили в период распродаж и скидок, пытаться перевести ее в постоянную и работать над ее удержанием. На этом все. Надеюсь, вам было максимально интересно и вы нашли для себя что-то новенькое, поэтому пишите обязательно в комментариях о приемах, которых вы не знали или которые вы будете использовать в эту Черную Пятницу. Не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал, на наш Инстаграм-аккаунт, также прослушивать наши аудиоподкасты, ставить лайк этому видео, делиться с ним в соцсетях, если оно вам понравилось, и задавать свои вопросы. Ну, хороших вам продаж, до новых встреч и, конечно же, денежной вам Черной Пятницы!